В октябре состоится одно из главных политсобытий 2020 года – выборы в Джорху-Кинеш. На сегодня из 44 партий, изъявивших желание представить своих кандидатов-депутаты, провели свои съезды только 23. Для масс-медиа не только начинается горячая пора. Журналисты играют ключевую роль в освещении выборного процесса. Как сказал зампредседателя ЦИК Абдаджапар Бекматов, средства массовой информации во многом обеспечивают прозрачность выбора. Центризбирком сегодня собрал на одной площадке отечественных и международных экспертов, организовав своего рода общественный диалог, посвященный роли масс-медиа. Именно СМИ позволяют избирателям осуществить осознанный выбор, осуществляют коммуникационную функцию между всеми основными заинтересованными сторонами избирательного процесса. Более того, СМИ не только информируют избирателей, но и во многом обеспечивают прозрачность, законность и достоверность выборов. Держаться от их интерпретации и скорее просто точно передать информацию. Второй принцип – это честность. Юлия Щепилова в своем выступлении отметила, что деньги играют важную роль в политике и влияют на то, какой выбор сделают впоследствии граждане. По ее словам, немаловажно, чтобы масс-медиа придерживались баланса и беспристрастности в освещении политических материалов. Равное представление точек зрения разных оппонентов без преувеличения той или иной точки зрения и без того, чтобы отдавать приоритет той или иной точки зрения. И беспристрастность – это то, что журналисты должны воздержаться от личных комментариев и от преподнесения личной точки зрения, как точки зрения, которая должна быть правильной. Соответственно, надо нейтрально подавать информацию, оставляя возможность избирателю сделать свой выбор касательно правильности либо неправильности той или иной точки зрения. Участники диалога обратили особое внимание, что не только ЦИК отвечает за чистоту избирательного процесса, но и, конечно, сами избиратели. Не продавать свои голоса и осознанно подходить к обещаниям политобъединения призывают специалисты. Тот, кто продает и тот, кто покупает ваш голос, вряд ли будет честно вести себя после того, как он будет избран в парламент. Поэтому стоит думать уже на этом этапе, стоит ли продажа голоса на данном этапе и ежеминутная, ежесекундная выгода, которую получаешь сейчас, стоит ли она пяти лет последующих пропавших, когда государство будет развиваться в неправильном направлении, если продавать свой голос. Соответственно, это очень важно, чтобы все субъекты избирательного процесса и политические партии воздержались от покупки голосов и влияния на исход голосования с помощью подкупа избирателей. Говоря о прозрачности выборов, международные эксперты отметили, что введение в выборный процесс биометрики и автоматически считывающих урн обеспечивает прозрачность отбора будущих законотворцев в парламент страны. Выборы, напомним, состоятся 4 октября. Чебек Шишембиева, Джантай Макенов, Пирамида.